Значит, Лукач происходит из семьи, очень богатой семьи венгерского банкира, еврея, оказавшего настолько значительные услуги Австралийской империи, что ему было присвоено отцу. Он принял христианство, ему было присвоено дворянское потомственное дворянство. Так что Лукач одно время даже подписывался в фон Лукач. Лукач получил, как и Маркс, юридическое образование в лучших университетах Германии, и немецкий язык стал для него на всю жизнь вторым языком. Он много писал по-немецки, в частности, эта книга написана по-немецким, «История классового сознания», и всю жизнь немецкий был для него таким, может быть, даже непонятно, первым или вторым языком, кроме венгерского родного. В немецких университетах его учителями были Вебер и Зиммель, два крупнейших социолога начала века. И не знаю, как Зиммеля, тут связи более далекие, а одну из главных категорий Вебера Лукач активно использовал, и мы сегодня о ней тоже будем активно говорить. Лукач начинал как романтический критик-капиталист, капитализма. Романтический в смысле... Ему капитализм был изначально практически с самой юности, он не принимал его как интеллектуальную, этическую позицию и был его противником, но первоначально его сопротивление в кругу таких вот романтически настроенных австро-венгерских и немецких роман мыслителей, молодых и не очень молодых. В частности, потом я еще скажу сразу, что он был одним из членов узкого домашнего семинара Макса Вебера, на котором сразу произвел громадное впечатление, и Вебер всегда его рассматривал как одного из самых талантливых мыслителей той эпохи. Итак, его первоначальная мыслительная деятельность начиналась в духе такой вот романтической культуры критики. И главная работа этого времени «Душа и формы» недавно передана на русский. Ее можно посмотреть. Это примерно проблематика и по языку, и по стилю, и по проблематике, ну, очень условно, можно сказать, так сказать, киркегоровская. И, кстати, и по масштабу мысли, вполне киркегоровская. Одновременно, конечно, в эту эпоху, эпоху мировой войны уже тогда, и начавшейся революцией, он испытывал сложное всегда отношение, притяжение, отталкивание к марксизму. Но первоначально, не всячески, а относился к нему достаточно критически. И даже в 1918 году написал знаменитую статью «Большевизм как моральная проблема». Она тоже опубликована. Кстати, вот этот сборник Ленина «Классовая война», а еще и в другом сборнике, вышедшем под эгидой венгерского посольства. В общем, на русском языке на это достаточно легко доступно. Как, кстати, и «История классового сознания». По-моему, даже здесь должно продаваться. Написал, значит, статью «Большевизм как моральная проблема». Где большевизм подверг резкой критике, достаточно моральной, очень большим знаком вопроса к нему относился, а буквально через две недели вступил в венгерскую коммунистическую партию и всю жизнь, до самого последнего вздоха, оставался самым искренним и последовательным коммунистом. Но мало того, что он вступил в венгерскую коммунистическую партию, он сразу вовлекся в самую непосредственную политическую работу. Он был в подполье. Более того, в подполье его арестовали, посадили в тюрьму и даже грозили расстрелом. И несколько десятков ведущих европейских интеллектуалов написали письмо в его поддержку. Властям, по-моему, опять-таки в острове Венгрии посадили. И вызвали его из тюрьмы. То есть вся научная общественность понимала дарование этого человека и, конечно, сделала все, что могла, слава Богу, чтобы вызвать из тюрьмы. Он снова ушел в подполье, снова занимался самой непосредственной политической работой. Он был одним из министров в недолго просуществовавшем правительстве Рабочей Венгерской Республики. Более того, он был комиссаром на фронте в действующих войсках. И даже есть такой эпизод в его биографии, когда ему пришлось принимать очень тяжелое решение, а именно в отступившем батальоне отдать приказ о расстреле каждого десятого. То есть это человек, вот той ушедшей, к сожалению, и пока не возродившейся плеяды, которая воплощала в собой не только глубочайший научный талант, но и самую глубокую погруженность в текущую, в конкретную политику. Потом, после поражения революции, он некоторое достаточно долго, около 10 лет, жил в Советском Союзе в эмиграции, где сошелся близко с Михаилом Лукачем и на всю жизнь, лившицем, и на всю жизнь они стали ближайшими друзьями и состоялись в переписке всю жизнь. Но потом, после окончания войны и утверждения советской власти в Венгрии, он вернулся в Венгрию, где стал одним из ведущих венгерских марсидских мыслителей и даже был недолгое время, опять-таки, министром образования или культуры, не помню сейчас, в правительстве Емре-Надия, того самого, которое начало бороться со сталинизмом, пытаться демократизировать социализм, но советскими танками было подавлено, и Лукач опять-таки оказался под арестом, правда под домашним, и он уже был очень старый ученый, с настолько громким мировым имением, что, конечно, к счастью, больше, чем домашний арест, он не подвергся. Потом его просто лишили всех должностей, отправили на пенсию, и он умер только в 70-х, продолжает до последнего дня активно работать. Сразу скажу, что еще переведены его две книги на русском из основных. Это молодой Гегель, прекрасная тоже работа, просто блестящее наслаждение читать. Это его докторская диссертация, которую он защитил в институте философии, вот здесь на Волхонке. Потому что в Германии он так и не защитил свою докторскую диссертацию. И еще книга про легоменные «Кантология общественного бытия», зубодробительно тоже сложная, написанная крайне сухим и таким крайне научным языком, который, кстати, сразу хочу тоже последний штрих к его биографии сказать, что когда я начал читать Лукача сразу с истории классового сознания, этот язык сухой, конкретный, избегающий воссоцательных знаков, всяких красивостей, сведенный к предельному логической концентрации, я подумал, ну, не дан человеку талант писать красиво. Ну, не всякому дано. Но если вы возьмете книгу «Душа и формы», то увидите, что она написана блестяще в киркегоровском стиле, прекрасным литературным языком, языком просто близким к поэзии, пою, песня, просто песня. Ну, к чему это говорю? К тому, что, на мой взгляд, вот этот сухой научный язык был выбран Лукачем именно как великим стилистом, который смог и сознательно отказался от красивостей и начал писать в таком вот предельно конкретном стиле. Ну, не потому что он не мог, а потому что он не хотел писать по-другому. Как не потому что он, как тут на презентации одной из ее книг, вот как раз на Венгельском посольстве, нынешние либеральные интеллигенты, которым, с одной стороны, Лукача невозможно считать великим мыслителем, а с другой стороны, как нужно объяснить то, что он всю жизнь был марксистом, доходит до того, что, вплоть до того, что говорят, ну, вот, понятно, что он был марксистом, но ему приходилось быть марксистом, ему приходилось скрывать там, что он не совсем. Все это глупости. Он был абсолютно ортодоксальным марксистом в лучшем смысле этого слова. И известны его слова, биографы их приводят, что перед смертью он сказал, да, социалистический эксперимент в Советском Союзе и в Восточной Европе провалился, но это значит только то, что мы должны, будем начать его снова в другом месте, в другое время. Это была всегда его принципиальная позиция, от которой он никогда не отходил. Это я хочу заявить совершенно четко. Сколько у меня времени? С этого момента часа. Хорошо. Значит, час. Я возьму сейчас, попытаюсь кратко изложить логическую схему только одной из статей книги «История к классовое сознание». Но это статья, самая главная, оказавшая именно она, в основном оказала на философию марксизма в XX веке определяющая влияя. И называется «Обечисление сознания пролетариата». Состоит из трех частей. Я начну, естественно, с первой части и буду двигаться так, не быстро, не медленно, стараясь быть понятным. Когда я пойму, что время кончается, я уже быстро, насколько его останется, перескажу две последующие части, чтобы их закруглить. А может, мы примерно по равным частям удастся и все три пересказать. Лукач начинает свою эту статью с описания феномена обеществления. Это главная его категория. Но прежде чем перейти к этой категории, он исходит из того определяющего социального факта, что в буржуазную, то есть в нашу эпоху, определяющим и главным механизмом и феноменом жизни является товарный обмен. Товарный обмен стал определяющим, всепроникающим в этом обществе. Вот что он пишет. Сущность товарной формы состоит в том, что отношение, связь между лицами приобретает вещественный характер и тем самым призрачную предметность, которая своей жесткой, с виду совершенно замкнутой и рациональной, автономной закономерностью стирает всякий след связи фундаментальной сущности, отношений между людьми. То есть, сугубо просто говоря, феномен обеществления состоит в том, что то, что люди делают сами своими силами, они принимают как внешнюю господствующую над ними силу. И социальные отношения, межчеловеческие отношения превращаются в некую вещь, которая над ними господствует. Это есть в самом широком смысле феномен обеществления. Обеществление, его первое проявление, это товарная форма. Все становится товаром, в том числе и мы должны вас, практически большинство, абсолютно большинство из вас является товаром на рынке. Мы продаем какую-то там свою способность. Редко кому удается вырваться из этого рынка. Так вот, переход к универсальности товарной формы, это прежде всего качественный переход. Сам по себе товарный обмен был известен, естественно, там, вплоть с каменного века, практически сколько человечество о себе помнит. Но оно всегда существовало как бы на периферии других способов экономической жизни. В частности, многотысячелетия люди жили, обеспечивая себя всем необходимым с помощью так называемого натурального хозяйства, нуждаясь в обмене крайне эпизодически и редко, на краях какой-то своей жизни. Более того, и капитал существовал всегда. Деньги давались в рост, деньги отдалживались, деньги занимались там под торговые и финансовые операции, это тоже известно, по крайней мере, из Древнего Египта. Что же случилось? В чем состоял качественный скачок? Тем, что товарный обмен становится абсолютно универсальным. Вот я, чтобы продемонстрировать эту универсальность товарной формы, в которой мы живем, я люблю приводить такой пример. Вот представьте, что мы проснулись по звонку купленного будильника, съели купленный йогурт, вышли на остановку, купили талон на трамвае и поехали в институт учиться за деньги. Если даже это государственный институт, там более сложная ситуация, но в буржуазном обществе она тоже сводится к товарно-денежным отношениям. Дальше мы приехали из института и сели перед телевизором смотреть бесплатное телевидение. И, казалось бы, тут уже никакого товарно-денежных отношений нет. Но нет. И здесь есть чистая сделка. Как человек, работавший на телевидении, я могу утверждать это совершенно ответственно. Да здесь не надо иметь семи пядей во лбу. Как устроено бесплатное, казалось бы, телевидение в буржуазном обществе, где оно берет деньги. Телевизионное начальство, менеджеры говорят об этом совершенно открыто. Может быть, не в прямом эфире, но между собой это совершенно открыто. Все построено на достаточно простой и элегантной экономической схеме. Владельцы телевидения продают аудиторию рекламодателям. Это совершенно конкретный грубый экономический акт. Если программа соберет миллион, а не сто тысяч, то продать ее рекламодателю можно в 10 раз дороже. Вот на эти деньги как бы и живет. То есть, куда мы не копнем, иногда на самой поверхности, а иногда и чуть глубже, но тем не менее, мы всегда оказываемся окружены, включены в сеть товарных и денег отношений, которые в этом обществе, в отличие от предыдущих, наконец, стали просто тотальностью, так сказать. Хотя, конечно, доводить до абсурда это нельзя, потому что в любой ситуации есть и какая-то возможность новых. В частности, вот эта наша с вами встреча, она, естественно, товарно-денежными отношениями не описывается. Поэтому даже в самой такой жесткой товарной буржуазной жизни есть какие-то лазейки, ростки чего-то другого. Значит, на жизни отдельного человека отражается эта универсальность всеобщности товарной формы. Это то, что, прежде всего, каждый человек обнаруживает себя товаром на рынке. Он продает какую-то свою способность. Кто-то способность нажимать на кнопку пресса, кто-то способность писать копирайдские статьи в жирном агентстве, кто-то вежливо выслушивать людей в соответствующем месте, чтобы их лечить. Но, тем не менее, так или иначе, каждый из нас продает себя на рынке. Каждый из нас является товаром. Человек в этом смысле противостоит как нечто объективное его собственной деятельности, его собственный труд. Он как бы оказывается разорван на то свое единство «я», которое он чувствует, которое каждый из нас обладает по определению, и ту часть его, которая востребована обществом, с помощью которой он может жить. Человеку противостоит как нечто объективное или объектное его собственное деятельность, собственный труд. Объективно как мир вечных товарных отношений, которые он обнаруживает вокруг себя, субъективно как собственная рабочая сила, принявшая форму наемного труда. Дальше. универсальность товарной формы выражается во втором еще моменте, а именно в абстрактности человеческого труда. В чем здесь дело? Для того, чтобы успешно обменивать товары на рынке, они должны быть выражены в неких абстрактных единицах. Как, например, сравнить между собой классический пример самого Марса сюртук и мешок картофеля. По своим физическим свойствам между ними мало сходства, а можно еще более далекую сюрдук и книгу, между ними по физическим свойствам фактически ничего общего нет, но тем не менее, чтобы их обменять друг на друга, их нужно как-то сравнить, чтобы понять, в какой пропорции их обменивать. Так вот, по теории Маркса, хотя, возможно, это он взял еще у классических экономов, здесь, если меня поправят, я буду признателен, такой универсальной абстрактной единицей, позволяющей сравнивать различные столь разные вещи между собой, является абстрактный человеческий труд, а именно общественно необходимое количество времени на производство того или иного предмета. Значит, что такое необходимое время? Если, скажем, сюртук делается 10 часов, а пуговица одну минуту, то, или, скажем, один час для простоты, то, соответственно, пуговица стоит в 10 раз меньше, чем сюртук. Почему общественно необходимый? Потому что один может делать пуговицу один час, другой одну минуту, а третий десять часов. Это зависит от его ОКБ. Во-первых, способности, во-вторых, той техники, которая у него под рукой. Следовательно, берется среднее из всех этого возможности, среднее количество времени, которое тратится на каждый отдельный товар. Это называется общественно необходимое количество времени, затрачиваемого на производство. Вот с помощью этого абстрактной совершенно единицы и сравнивается между собой с самой разной вещью. Она становится универсальным мерилом. Потом там включаются деньги, которые тоже являются товаром на самом деле и принципиально ничего не меняют. Значит, объективно товарная форма как форма эквивалентности, когда все предметы, абсолютно любые предметы в этом мире являются товарами или могут стать товаром в определенный момент, они оказываются сравнимыми, причем сравнимо абстрактными. То есть ничего общего между ними практически никогда нет. Так вот, товарная форма как форма эквивалентности качественно различных предметов становится возможной именно в силу того, что эти предметы как товары выступают как формально эквивалентные. Не буду подробно на этом устанавливаться, мы будем считать что-то понятно. Значит, второй главный процесс. Итак, мы живем в мире, где все является товаром, где человек тоже является товаром, где он, следовательно, разорван на свое общее неделимое гармоничное целое и ту часть, которую он вынужден продавать обществу, менять обществу. То есть перед обществом он пристает как частичный, как лишь часть себя. Причем он продает, для того, чтобы продать, он должен свести эту свою еще частичную качество к абстрактным единицам, которые позволят сравнить и обменять на все остальное, на любое другое. Значит, второй важнейший процесс, который идет в буржуазном обществе, все больше набирая силу, это то, что развитие трудового процесса от ремесла, кооперации, мануфактуры и дальше к крупному машинной индустрии ведет постоянно углубляющейся рационализации производства. Вот рационализация это то понятие, о котором я уже упоминал, которое Лукач взял у Вебера и которое Вебером достаточно сходно они используют, но Вебер его как бы в первый ввел, а Лукач развил в своих целях. Но между ними по-прежнему не произошло разрыва. Бывает так, что философ берет у другого какой-то категории принципиально меняет ее смысл. И часто тогда в истории философии возникает большая путаница, если это вовремя не понять. Но здесь, хотя они достаточно различны Вебером и Лукачем используются понятие рационализации, тем не менее внутренняя генетическая связь между ними есть. Но сейчас будем говорить о Лукаче и рационализации. Значит, что такое рационализация? Прослеживая историю, оглядываясь назад на историю буржуазного общества с его возникновения до сегодняшнего дня, мы видим, что производство и обмен стремится сделать все более просчитываемым, все более предсказуемым, все более рациональным. Во-первых, само крупное машинное производство. Естественно, если табуретку на коленке можно собрать без сложной бухгалтерии, организации труда, маркетинга, администрирования, систем найма рабочих, поддержкой и тому подобное, то, естественно, собрать маломальски сложную машину, хотя бы паровой станок, нужна гораздо более четко налаженная машина. Чем сложнее машина, в том числе и социальная, тем сложнее нужны те механизмы, которые позволяют ее собрать, запустить в действие. Но сложность здесь выражается в постоянно растущей рационализации, просчитываемости, калькуляции, калькулируемости. Процесс должен быть построен так, чтобы он работал вне зависимости от способностей, настроений и эмоций работника. Вот это главный, второй главный процесс. Постоянно углубляющаяся рационализация приводит к исключению человеческо-индивидуальных качеств работника. Допустим, производство должно быть построено так, чтобы рабочий не выспался или не доел, или наоборот переспал в лишнего. Нужно сделать так, чтобы он пришел и оказался такой производственный мошенник, который состояние работника никак бы не повлияло на его продуктивность. Итак, это приводит в постоянно углубляющуюся рационализацию, подчеркиваю еще раз. Причин здесь несколько. Первое состоит в том, что для того, чтобы добиться вот такой четко действующей машинерии, трудовой процесс разлагается на отдельные абстрактно-рациональные частичные операции. Если на заре даже капиталистическое производство, не то, что в предыдущий, допустим, ремесленник в предыдущей эпохе делал, я не знаю, латы рыцаря от и до, выплавлял сам сталь, находил ее, выплавлял и отдавал готовый продукт, то сейчас трудовой процесс разбит на как можно более мелкие частичные трудовые операции. Это дает массу преимуществ. Во-первых, если заболел один ремесленник, который делает все, значит, весь процесс останавливается. Если он разбит на множество, то достаточно гораздо легче заменить одного человека из десяти, естественно, еще легче заменить одного человека из десяти тысяч. Кроме того, это позволяет свести вот эту огромную сложность трудовых операций предельно простым. Вплоть до то, что раньше делал один человек, делал теперь сто, и каждый, допустим, один только забивает один гвоздь. Я, конечно, и утрирую, вы понимаете. Другой только подносит подметку, третий только вдевает иголку в нитку. И вот он сидит и целый день вдевает иголку в нитку, другой целый день подносит подметку, третий вбивает в гвоздь. Это позволяет гораздо быстрее обучать человек. Это дико удешевляет производство. И более того, с самого начала тот, кто разбивал процесс на эти частичные рациональные системы, все больше его рационализировал и гармонизировал в этом смысле, тот и получал конкретное преимущество. Следовательно, выигрывал в этом борьбе против всех, которые являются свободным рынком. Я сейчас, естественно, говорю о классическом таком чистом капитализме XIX века. И пока не буду говорить о других, скажу только сразу, что очень много изменилось с тех пор. Очень много. Но в своих сущностных, качественных чертах анализ, вот, которым мы сегодня говорим, на мой взгляд, сохраняет свою верность, безусловно. Итак, значит, трудовой процесс разлагается на отдельные операции, причем они такие же абстрактно-рациональные. Значит, но тем самым человек, мало того, что он продает какую-то свою отдельную, а не всего себя, и вообще продает себя, что само по себе чудовищно, продает еще как бы частично, но даже когда его купили, он приходит и обнаруживает, что тебе еще как бы из этой части, и нужно еще более мелкую часть как бы продавать. И это расчленение, это деление единого целого на отдельные части заходит так далеко, что проникает даже в душу, в психику рабочего. Вместе, скажем, с современной маркетикой системой учитывают, начиная с Тейлора, психологические особенности работника. И тем самым психология тоже становится товаром на рынке. Сами психологические свойства работника отделяются от его целостной личности, объективируются по отношению к нему, чтобы их можно было ввести в рациональные специальные системы и подвергнуть калькуляции. Например, человек, который делает весь день монотонную повторяющуюся операцию, естественно, те люди, машины, которые его втягивают в себя, она учитывает его психологические склад. И если у него нервическое, холерическое эмоциональный склад характера, то, естественно, он будет к монотонной работе не приспособлен. Это тоже учитывается, является одной из форм рационализации. Но главным за всем этим является принцип калькулированности, то есть просчитываемости. Хозяину предприятия, капиталисту, буржуа, для того, чтобы преуспеть на рынке и выжить, нужно всегда точно знать, к чему, как действовать и как можно точнее знать, к чему приведет его действие впоследствии. И это называется у Лукача принцип калькулированности, то есть просчитываемости. Его следствие. Первое. Дробление целого на части, о котором мы уже говорили, и специализация. Трудовой процесс превращается в объективную взаимосвязь рациональных частных систем. Второе. Это разрыв объекта производства. Разрыв объекта производства означает разрыв его субъекта. Если единый трудовой процесс разделяется на множество отдельных, то и качество человека, который в этом участвует, тоже должны быть разделены на множество отдельных. И человек подвергается все более более частичным. Об этом я уже много говорил, сейчас не буду. Человек как механическая часть вводится в механическую систему, предзаданную, независимую от человека. Еще одним следствием является атомизация общества в целом. Механизация производства делает из них, то есть из субъектов труда, изолированные абстрактные атомы, которые уже не имеют между собой того непосредственно органического контакта, который устанавливает прежде результаты их труда. Итак, если раньше человек один делал от начала до конца целую большую трудовую операцию, то теперь, когда он лишь винтик в большом машине, возникает, ему не остается ничего, как относиться созерцательно. Он может только наблюдать бессильно вот тот мир, который создан его собственным трудом, трудом человечества совокупным. Он здесь чувствует себя лишь созерцателем. Как ни рыпайся, вроде бы ничего сделать невозможно. И здесь нужно ввести еще один термин, Лукачем активно пользуется, контеплятивная установка. Это от латинского контепляцию созерцание. В данном случае созерцательная установка ничем не хуже, чем контеплятивная. Но просто, если кто-то из вас будет читать, переводчик земляной, Сергей Николаевич, которому большое спасибо за титаническую работу перевода этой книги, потому что, на мой взгляд, это одна из самых сложных книг в истории человечества. И вы не представляете, насколько много я выкидываю, чтобы в голую схему донести, из этого богатейшего компендиума. В русском переводе часто используется контеплятивная установка, она абсолютно синонима созерцательной установки. Такая организация отдельного предприятия диалектически связана с организацией всего общества. Дело в том, что точно так же, как трудовые, вернее, товарно-денежные отношения были известны, сколько человечества существует, а, собственно, и рациональная механизация трудового процесса тоже известна, по крайней мере, с древних египтян. Вспомните, это вот знаменитые картинки. Один рубит камни, другой тащит, третий ставит на место, четвертый замазывает щели, пятый за всеми соблюдают, шестой это придумывает. Так вот, рациональная механизация трудового процесса на предприятии становится возможной лишь тогда, в отличие от древних обществ, когда возникает свободный работник, который, свободный в кавычках, который в состоянии свободно продавать на рынке свою рабочую силу, как принадлежащий ему товар. Как вещь, которой он владеет. Вот, кстати, это второе необходимое условие для возникновения капитализма. Мы видим, что и товарно-денежные отношения, и капитал даже, то есть деньги, которые растут, и рациональная организация трудового процесса, все было достаточно давно, тысячелетиями. Но капитализм возникает тогда, когда возникает когда огромная, значительная, сначала значительная часть, а потом абсолютное большинство общества становится людьми, единственный способ выживания для которых это продавать свою трудовую способность. Класс наемных работников. Вот когда этот класс возникает, в силу разных причин, о которых сейчас тоже нет возможности говорить, тогда возникает и современный капитализм. И, кстати, когда мне говорят, что это 19 век, а сейчас все совсем по-другому, хочется просто рассмеяться в лицо, потому что элементарная статистика говорит, что с 19 века количество людей, которые живут наемным трудом, возросло в разы. И сейчас практически составляет 95% населения, потому что в нее вошли множество крестьян, которые раньше могли жить натуральным хозяйством, а теперь просто абсолютно пролетаризировались или люмпинизировались. и тем самым наемные работники составляют сегодня огромное большинство населения земного шара. Итак, теперь, вот в этих условиях, о которых мы уже говорили, взаимодействие индивида с обществом может протекать только в этой форме рациональных и изолированных актов обмена между изолированными товаровладельцами. Рабочий владелец только своей рабочей силой, и это самообъективирование объективирование, превращение в товар раскрывает, как пишет Лукач, дегеминизирующий характер товарных отношений в целом. То есть все становится товаром, в том числе и даже самые, казалось бы, интимные свойства человеческой психики. таким же капиталистическим производством оказывается все, куда мы не глянем. Мы уже сказали, допустим, о жизни человека, но Лукач показывает блестящее, я сейчас не могу на этом останавливаться, например, что государство и право оказываются работающим по принципам капиталистического предприятия. Как на предприятии у предпринимателей инструменты, сырье и деньги, так и у политического господина в государстве находятся инструменты сырье определенного рода и деньги, с помощью которых он движет все это. И точно так же государство нуждается в рациональном калькулировании с помощью права и администрирования. Здесь вводится следующий принципиальный ход. Я, конечно, пропускаю много промежуточных, но из принципиальных вот такой следующий. Итак, мы видим, что на каждом отдельном предприятии его хозяин стремится как можно больше ввести рационализацию к калькулируемости, просчитываемости, предсказуемости, даже плановости. Но в рамках общества всему это простоит полное отсутствие такой же рационализации в общественном обще-социальном масштабе. Все строение капиталистического производства покоится на таком взаимодействии строго закономерной необходимости во всех отдельных явлениях и отношении иррациональности совокупного процесса. Почему это происходит? Потому что общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей. не признающих никакого другого авторитета кроме конкуренции. Кроме того принуждения которое является результатом борьбы их взаимных интересов. Это цитата из Капитала которую приводит Лукач. Итак на каждом отдельном предприятии все больше рационализации на каждом в обществе в целом ее все меньше. Более того ее невозможность является принципиальным условием конституирующим условиям этого общества потому что это общество общество конкуренции и никто из отдельных конкурирующих субъектов не согласится чтобы кто-то владел как бы целым потому что тогда он приобретет громадные конкурентные преимущества. Если цельная социальная конструкция тоже была бы рациональной то конкуренция была бы невозможна и тем самым бы из-под социальной жизни капитализма была бы выбита ее главная почва которая является конкуренцией всех со всеми. итак мы здесь сталкиваемся с тем что невозможно с двумя снова и снова подчеркиваю это эту дилемму эту дихотомию эту опорию должны так сказать с одной стороны все возрастающая рационализация и формализация частичного с другой стороны невозможность познать целое почему рациональность возрастает я уже показал потому что чем больше рационализации тем выше конкурентные преимущества Почему невозможность познать целое? Потому что познание такого целого, субъекта познания, гарантировало бы настолько большие преимущества, что на это существует просто онтологический, социальный, в данном случае онто-социальный запрет. Это просто невозможно в обществе, где конкуренция всех со всеми является главным, собственно, правилом жизни. И чем дальше развивается формализация и рационализация, тем меньше становится вот этого взгляда на целое. Тем больше целое уходит из поля зрения, и тем больше проявляется специализация во всех областях жизни. Чем больше развитой и научной становится наука, тем в большей степени она превращалась в формально замкнутой системы специальных частных законов. Для которых является методологически и принципиально непостижимыми, находящиеся вне ее собственной сферы, мир, и вместе с тем, и даже в первую очередь, данная ей для опознания материи, ее собственный, ее конкретный субстрат в действительности. Вот здесь мы переходим наконец-то из сугубо политика экономического анализа, к анализу, так сказать, настройки. Напоследок, еще раз зафиксирую эту схему, потому что это действительно базовая схема всей книги Лукача. Тотальность товарно-денежных отношений, проявляющаяся в раздроблении человека и в раздроблении трудового процесса и вообще всей жизни общества во всех ее моментах, в специализации. Дальше. Эта специализация ведет к все большей и большей рационализации в отдельных частях, от предприятия до конкретной науки. Кажется, становится все большим специалистом в все более узких вопросах. Одновременно это ведет к невозможности окинуть единым взглядом общее. То, что Лукач называет гегельским термином тотальности, придает ему тоже совершенно уникальное в своей системе место. Тотальность, способность охватить единым взглядом целое. И вот это вот различие, все больше рациональности и формализма в частном, все меньше способности познать общее, проявляется и в том, что запрет на познание общего вообще, то есть возникает вообще запрет на познание общего. Мир, в том числе и ученый мир, превращается в мир специалистов, в строгом смысле слова. А если кто-то претендует стать специалистом по всему, он, во-первых, признается просто не ученым, нет специалистов по всему, нет людей, которые способны говорить о мире в целом. И вытесняется из сферы научности как таковой такой вопрос. В частности, у Канта в «Критике чистого разума» это абсолютно четко прописано, буквально. Значит, в чем это только один момент. В чем-то проявляется, например, в науке. Такой самый, может быть, красивый пример. Вы знаете, политэкономия ставит, кооперирует двумя... Не все. Значит, есть две центральных категории, вот пара категориальная в политэкономии. Потребительная стоимость, миновая стоимость. Потребительная стоимость – это способность вот этих часов показывать время. Или способность вот этих ботинок не протекать и, как бы, а зимой греть. А миновая стоимость – это то, что вот эти часы стоят, я не знаю, там, 300 рублей, а эти ботинки – 3000. Так вот, по идее, политэкономию должны интересовать и то, и другое. И ранних классических экономов, политэкономов, действительно, потребительная стоимость, собственно, действительно, для чего вещи создаются, интересовала. А они ее, как бы, изучали. Так вот, но уже достаточно быстро, уже к концу XVIII века потребительная стоимость уходит вообще, как бы, предмет интереса. И исследуется исключительно миновая стоимость, которая является абсолютно абстрактной величиной, как я уже говорил, основанной на такое абстрактное понятие, как общественно необходимое количество труда. Вот один из аспектов вот этой, как бы, специализации. С одной стороны, мы все больше знаем, как обменять, с другой стороны, не только пристаем понимать, для чего, и что лежит в основе этих обменов, но, как бы, и самый вопрос об этом становится запретным. Не потому, что есть запреты, а, как бы, никому в голову уже не приходит. Итак, это превращает каждую науку в замкнутую частичную систему, которая, во-первых, не способна объяснить свой субстрат, не видит следовательной пути к тотальности, поэтому рассматривает свой предмет как вечную данность, и не способна понять возникновение гибель, то есть приходящийся общественный характер в своей собственной материи. Ну, напоследок скажу, что то же самое появляется в праве, например. А Лукач учился, как я уже говорил, как юрист в немецких университетах, и право он знал досконально, как, впрочем, практически все, о чем он писал. Например, в литературе его начитанность просто про... У него много книг про литературу, это просто потрясающе его иудит. Кажется, он читал всю возможность литературы на всех языках и всех времен народов. То же самое и в праве, например, по-моему. Так вот, и так в праве есть такое понятие, как в любом другой науке, форма и содержание. И ранее буржуазия эпохи своего революционной, допустим, французской революции, она видела эту проблему как связанное. Юристы той эпохи пытались понять, как форма, как юридические кодексы формальные, связанные с содержанием, которое они стремятся выразить, оправдать или осудить. Но потом содержание права объявляется метаюридическим, то есть находящимся за границей знания юриспруденции. И в праве видят только формальную калькуляционную систему, с помощью которой с максимальной точностью вычисляется необходимое юридическое последствие определенных действий. То есть право становится на службу государственному аппарату, никого не интересует. Никого не интересует ничего, кроме того, как построить такую систему, чтобы на входе мы получали некую юридическую коллизию, если у нас есть какая-то коллизия, мы могли на входе заложить эту систему, а на выходе получить какое-то приемлемое для всех сторон решение. А тем самым уходит из поля зрения юридической науки, как и любой другой науки. Главное. Буржуазная юриспруденция отказывается содержательно определять право и его подлинную основу, а именно отношение классов по поводу власти. Что составляет основу права? Именно отношение классов по поводу власти. Но современный мейнстрим, по крайней мере юридически, буржуазный, он отказывается вообще видеть эту проблему. То же самое, то же проблеме подвержено и в философии. Философия перестает быть наукой о наиболее общих законах. Вернее, претендует на это, но берет такой поворот дела, который полностью лишает ее возможности не только решить этот вопрос, но даже его поставить. Она отворачивается от тотальности, и вместо этого или сводится к энциклопедическому компендиуму, типа того, что делал Вунд, или превращается, занимается критикой вообще всякой рационализма и апологетикой рационализма, то, что Лукач выделяет от Гаммана до Бергсона. Но основную тенденцию он прописывает так. Признание результатов и методов частичных наук как необходимых, как данных и выдвижение перед философией задачи раскрытия и подтверждения оснований значимости этих понятийных структур, тогда для философии формалистическая понятийная структура частичных наук становится неизменным данным. В своей конечной стадии тем самым достигает безнадежное удаление от разумения обесчисления, которое лежит в основе указанного формализма. То есть, с одной стороны, философия претендует на то, чтобы стать каким-то базисом над частичными науками, но, с другой стороны, она тоже не занимается целым, тотальностью. Она лишь подводит, как бы, создает саму систему разграничения. Почему науки между собой разграничены? На каких основаниях? Но как выйти из этого разграничения к тотальности, это, как считает Лукач, и, по-моему, совершенно оправданно, для современной специализированной науки оказывается, повторяю, вопросом невозможным не в том, что он запретен, а потому что он находится вне рамок понимания. Вот куда бедно мы добрались до конца первой части, и теперь вторая. Вторая – это вообще самая сложная. В этой самой сложной статье ее середина, вторая часть, является, в свою очередь, самой сложной. Она называется «Антиномия буржуазного мышления» и посвящена виртуозной критике, анализу классической немецкой философии, прежде всего, Канта и Фихте, и, в значительной степени, Гегеля. Понять там что-либо без досконального знания, собственно, немецкой классической философии, увы, невозможно. Я тоже, к сожалению, не претендую на маломальские доскональные знания классической немецкой философии. Поэтому, наверняка, от меня много ускользнуло. Я попробую, опять-таки, дать вам... Я даже не могу вам дать всю логику, даже схематично. Мы сделаем так. Я попытаюсь дать те аксиомы, которые Локович формулирует, и выводы, которые он приходит. Но его анализ, который позволяет ему связать исходную и конечную точку, невозможно... То есть мы можем сейчас поверить на слово. Без знания, досконально таких тонкостей, как, например, категория зияния у среднего фихта, у фихта среднего периода его творчества, мы можем верить его только на слово. Но в тех местах, где я в силу своего знакомства с Кантом и фихтом, и Гегелем его понимал, я думаю, с ним невозможно не согласиться. Значит, Лукоч начинает с того, что... Что же мы там развязались? Кантастическая экономика, она убирает, но все равно. Почему не на поэтом переулке? На таком громком тракторе. Мне кажется, она не врачи. Да. Вы считаете, что в космические позиции по одному разу не поздно, как мы будем проповывать в жизни, когда такой неприятный звук, где повторяется. Да, если началось, то уже... Получилось все. Итак, новая критическая философия начинается с Канта. И она зафиксирована Кантом в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума». От нее такое именно это Лукоч написано. Значит, Кант говорит о Каперниканском перевороте, который сводится к тому, что мир следует принимать как нечто, не следует принимать как нечто, существующее независимо от познающего субъекта. А мир следует принимать как субъекта собственный продукт. Лукоч показывает, как это Каперниканский переворот, он не придуман Кантом, как его истоки можно проследить у Декарта через Гоббса, Спинозу и Лебница. Он сразу отвергает этот постулат как универсальный. Он только претендует на универсальность, потому что его универсальность может быть легко оспорена хотя бы тем, что он был сформулирован в многовековой и напряженной борьбе с предыдущим типом, условно говоря, средневековым типом философии, построенных на совершенно других принципах. Но суть этого Каперниканского переворота сводится опять-таки к рационализации, к построению тотальной рациональной системы. Но это некая другая тотальность, во-первых, относящаяся к подлинной тотальности, так же, как энциклопедизм Вунда относится к подлинному пониманию тотальности социальной, по Лукочу. И естественно, что возникая уже как бы в XIX веке, эта рациональность находится в сложной дилектической связи с той самой рациональностью, которая, как мы сейчас долго говорили, господствует, царствует на производстве, в чисто политэкономических процессах. Значит, классическая немецкая философия пытается построить, ну, как венец буржуазного мышления XIX века, пытается построить всеохватывающую рациональную систему. Лукоч указывает, что рационализмы были раньше, но все они не презентовали на всеохватность, все они были частичными. Новизна современного рационализма стоит в том, что он во все большей мере выступает с притязанием на открытие принципов взаимосвязи всех феноменов, с которыми сталкивается человек в природе и в обществе. Прежде конечные проблемы пребывали в недостижимой для человеческого рассудка и рациональности. И они как бы отводились туда, на эту периферию. Вот есть что-то человек, что разум может познать, а есть что он не может познать. О том, что нельзя познать, мы и не должны пытаться. И если лишь мы должны построить свой маленький рационализм, то никаких особых проблем нет. Но если рационализм мыслится как тотальный, претендует быть универсальным методом познания в совокупности бытия, то рано или поздно он сталкивается с проблемой своей границы, той границы, где он встречается с иррациональным. И эта вот встреча, эта проблема контакта между рациональным и рациональным, по Лукачу, обретает решающее и разрушающее значение. И именно в этом Лукач видит случай современного буржуазного рационализма. Его квинтэценция – это кантовский знаменитый феномен, категория «вещи в себе». Значит, «вещи в себе» множество... Кстати, страницы, где Лукач анализирует «вещи в себе» Канта, вообще кантовская философия – это, конечно, просто полет, головокружительно-филигранная работа. Я даю вам бледную в тень этой работы. Значит, «вещи в себе» крайне разнообразные функции в философии Канта, но сводятся они к тому, что каждая из них изображает, соответственно, какую-то границу или предел абстрактного формально-рационального познания. И Лукач сводит их двум, хотя и взаимосвязанным, проблемам. Это, значит, проблема материи, содержания рациональных форм. Уже не буду ждать и сразу попытаюсь зафиксировать вот эту основную антиномию буржуазного мышления. Итак, в буржуазном мышлении мы сталкиваемся, сразу скажу, абсолютно с тем же самым, что в социальной жизни, в политэкономической жизни этого общества. А именно, есть рациональная система, логическая, абстрактная, и есть тот стоп-страт, который она пытается охватить, ту конкретную живую текучесть подлинной жизнью, человеческой, социальной, культурной, кое-годно еще. Тем самым буржуазное мышление развалено на эти две части. Рациональную систему, абстрактную категории, и ту материю, которую категория как бы пытается в себе всосать и переработать. Но тем самым она приходит к неразрешимым, этаке забегая вперед, к неразрешимым, опять-таки, формально-логическим, скажем, абстрактно-логическим противоречиям. Значит, первая проблема – это проблема материи, содержания рационных форм. И вторая проблема – это проблема целого и конечной субстанции познания, которая как бы закругляет различные частичные системы в тотальность, в систему полностью упомнятого в понятиях мира. И в «Критике чистого разума» сразу отрицает возможность ответов на вторую группу и даже устраняет ее из науки. Это можно, цитатами из Канта, легко подтвердить. Иррациональность и неспособность разума растворить – это происки. Они чувствуют, что здесь ведется индивидуальный подрыв, статус-клон. Они меня глушат. Такой хитрый подрыв. С одной стороны, он говорит, да-да, мы не против. Здесь все как к банку в рыночной экономике. Шучу я. Итак, неспособность разума растворить в разуме содержание понятий ярче его проявляется в вопросе в отношении чувственного содержания к рациональной форме рассудка. Итак, Кант понимал, что есть некая постоянная текущая неуловимость подлинной жизни, но он отрицал ее возможность выражения ее в логической категории. И вообще выносил ее за пределы познаваемого человека. В область того, что он называл ноумен. В отличие от феноменов. Феномен – то, что нам дано, вернее, то, что мы своим разумом производим. Извиняюсь, конечно, перед профессиональными философами. Но для простоты здесь необходимо это упрощение совершить. Итак, между этой постоянной текущей неуловимой, ускользающей фактичностью, предметностью и теми рациональными формами, которые, как сеть, мы пытаемся на нее накинуть. Тогда вопрос ставится следующим образом. Следует ли воспринимать эмпирические факты в их фактичности как данные? Или надо растворять эту их фактичность и данность в рациональных формах? То есть мыслить их как порожденную нашим рассудком. Это вопрос о возможности системы СИП вообще. Понятно, да? Или мы должны так разработать, усложнить нашу систему, чтобы охватить эти, казалось бы, неухватываемые факты? Или мы должны признать эти факты, в принципе, не схватываемые и просто забить на них и заниматься чем-то другим? И это центральная проблема для универсальных рациональных систем. Рационализм претендует на универсальность. Из нее вытекают требования системы. Но универсальная система оказывается невозможной. Универсальная система должна быть рациональной в каждой своей подсистеме, где из каждого отдельного атома можно вывести всю систему в целом. Здесь идеалом является математика. Можно 2 минуты? Замена кассеты. Значит, опять-таки, предельно упрощая и пропуская множество крайне вкусных деталей, фиксируем дилемму, которая сразу, можно сказать, аналогична той дилемме, о которой мы говорили в первой части. Значит, дилемма буржуазного мышления. Либо растворить иррациональное в системе, но тогда рационально исчезает. А рационализм становится догматическим. Мы растворяем эту текучесть, считаем, что она схватывается нашей иррациональной системой, но тогда ее качество иррациональности полностью перерабатывается иррациональность, и перестает быть иррациональностью. Это звучит, может быть, абсурдно и непонятно, но, поверьте мне, это действительно сложная проблема. Либо второй вариант. Либо признать, что вот эта данность, текущность, неабстрактность вторгается, причем определяющим образом вторгается в структуру самих форм абстрактных, в структуру самой системы. Но если в систему вторгность иррациональность, то система перестала быть рациональной. И она потеряла то качество, на которое претендовала с самого начала. Здесь мы снова оказываемся, если в обществе все больше рациональностей и все меньше понимания целого, то здесь или мы эту рациональность не отказываемся от понимания, или если мы ее пытаемся схватить в ее подлинности, в ее отличие от рациональности, то нам приходится так переработать эту систему, что эта система вообще перестает быть тем, чем она хотела быть. И это и Кантом, и Фихте, и Дегелем, хотя до конца, может быть, они не осознавали эту проблему, но он сформулировал очень четко. Тут у Лукача есть, в частности, он приводит такую цитату из Канта, что действительно поражаешься, как Кант не заметил, что он признается в своем бессилии, когда вроде бы писал о своем силе. Ну ладно. Я завершаю на этом вот это вот сложные абстрактные конструкции и скажу, что только, вернее, повторю за Лукачем, что классическая философия тем самым подходит к границе своих возможностей. До этого, значит, Кант противоставляет своему критическому перевороту эпоху догматизма, а на языке социальной истории Лукач называет это эпохой, когда мышление буржуазного класса наивно отрежислялось себя с действительностью. Свои мыслительные формы отрежислялись бытием. Те формы, в которых она своеобразна своему общественному бытию, должно было мыслить мир. Где не было этого раздела между ее бытием и между тем формами, которым она это бытие мыслила. Это эпоха его подъема, эпоха буржуазных революций. Теперь же, вот да, приходит отказ от этой эпохи, когда мышление буржуазного класса наивно отрежисляло себя с действительностью. Теперь мышление буржуазного класса понимает, с какой проблемой оно столкнулось. Но последнее, что скажу, точно так же осознанно или не осознанно вот ту экономическую проблему, социально-экономическую, о которой мы говорили в первой части, а именно все больше рациональности в отдельных фрагментах, все меньше рациональности в общем, как пытаются решить на производстве, в каталитической экономике, пытаясь развивать, все дальше углублять рациональность в отдельное предприятие, питаясь той иллюзией, утопией, что когда мы доведем эту рациональность до логического конца, она тем самым, на каждом из предприятий, тем самым гуманизируется само собой и целое. Не понимая, что невозможно гармонизировать часть, не гармонизировав целого, и нужно вообще выйти из этой системы в целом радикальным образом. Точно так же в буржуазном мышлении ощущается эта проблема, ярко, достаточно конкретно формулируется, но выход из нее видится все больше в углублении рационализации. Не смене типа мышления, а когда видят, что частичные абстрактные формальные системы дают сбой, то выход видят не в том, чтобы перейти к другому типу мышления, а в том, чтобы еще дальше углубить и развить эту рациональность, испытывая точно такое же, как в обществе, наивное утопическое представление, что когда они будут развиты до сфилологического конца, то тем самым и целое будет гармонизировано. Тем самым, с точки зрения Лукача, проблема не только не может быть решена, но она даже не понята. И вот он пишет, что немецкая классическая философия – это пункт, в котором двойственная тенденция, о которой мы все время это время говорили, приобретает философскую значимость. Буржуазия все больше владевает частностями своего общественного бытия, подчиняет их формам своих потребностей. С другой стороны, она утрачивает возможность мыслительного владения обществом как тотальностью, и тем самым теряет призвание к руководству таковым. То есть, как мы говорим, буржуазность развивает себя все дальше и дальше, и уже достаточно давно она проникла во все поры всех человеческих обществ. Но, с одной стороны, она развивает свое проникновение, с другой стороны, она все меньше и меньше понимает целостность того процесса, частью которой она является. И тем самым, теряя это понимание целостность, а, вернее, практически не владея этим пониманием, она и теряет, говоря философским языком, призвание к руководству этим обществом. Вот мы закончили худо-бедный вторую часть. Третью я скажу вообще в двух словах, потому что я уже 55 минут говорю. Я понимаю, что я могу взять еще 10. Значит, третья часть называется «Точка зрения пролетариата». И звучит еще ужаснее, конечно, для неподготовленного уха. Сразу возникает картинка из советского фильма 30-х годов. Как в затюканном, зерошенном, в бессонных раздумьях, прорветшем ночью интеллигенту, подходит рабочий в усатой спецовке и говорит, «Ну что, парень, совсем ты запутался? Так я тебе объясню нашу рабочую правду». Звучит так, да, точка зрения пролетариата? Но мне кажется, что ее нужно понимать по-другому. Хотя частичность, правда, есть и в этой точке зрения. Я думаю, что некоторым интеллигентам поговорить с рабочими тоже будет совсем не вредно. Итак. Мы сталкиваемся... То есть проблема уже сформулирована. Мне казалось, что худо-бедно, пусть и предельно обеднив ее, я проблему эту смог сформулировать, да? Во-первых, мы сталкиваемся с неразрешимым противоречием и в социальной плоти этого общества, и в тех мыслительных формах, которые он себе вырабатывает. Следовательно, как помыслить выход? Потому что внутри этих противоречий выход из них невозможен. Как Лукович показывает. Вернее, как? Всегда не бывают непредалимые границы, и начало нового коренится в том старом. И для Лукача таким ростком нового мышления, способного преодолеть эту классическую антиномию, вернее, антиномию классического буржуазного мышления, является философия Гегеля. Его диалектический метод. И сам Лукач был один из величайших диалетиков в мировой философии. Значит, нужно как-то... Он ставит себе задачу вот такую вот, такую вот, уж простите, амбициозную. Найти, по крайней мере, выход к возможности решения этих нерешаемых внутри буржуазного мышления антиномий. И он находит ее в точке зрения пролетариата. Сразу скажу, что, на мой взгляд, даже если Лукач и считал так, но... В чем я сильно сомневаюсь. Сегодня, когда мы произносим пролетариат, мы не должны видеть перед собой обязательно усатого рабочего промассанной спецовки с Большого завода. Сегодня это различия, на котором сделали несколько карьер мыслителей советской схоластики, марксистской. Различия между трудящимися, рабочими, пролетариями, рабочим классом, working strata, такой английский термин, и тому подобное. Эти различия мы можем для себя элиминировать абсолютно и считать от синонима. Есть два больших класса. Есть люди, у которых живут, с помощью какого-то капитала, который они вкладывают и тем самым живут, и огромное большинство общества, которое продает свой труд. Оно может продавать его на крупном заводе, в пиар-агентстве, в институте психоанализа, менеджерам, в институте культуры. Огромное большинство общества – это люди, которые живут тем, что приходят на рынок и продают одну из своих способностей. Или несколько сразу, неважно. Или несколько по очереди. Тем не менее. В этом смысле я подозреваю, что буквально все присутствующие здесь, ну, может быть, за исключением сотрудников магазина «Фаланстер», за что им великая честь и хвала, являются пролетариями. Или трудящимися. Я предпочитаю слово «трудящимися». И к чему я клоню? Точка зрения пролетариата – это не точка зрения рабочего 19 века с крупного завода. Это точка зрения того, кто продает свой труд. То есть точка зрения большинства. И причем точка зрения не того большинства, к которому ты придешь к человеку в офисе затюканного работы и скажешь, ну что ты думаешь? Или к рабочему, который после смены выпил пиво и расслабился. И, конечно, мы ничего от него не услышим. И не надо здесь иллюзии питать. Это точка зрения, с которой нам, если мы станем на нее, вот мир станет видеться по-другому. А на нее может стать любой, в том числе и банкир. Лукач был потомком банкира. Семи банкиров происходил. Да и большинство, ну, по крайней мере, значительная часть самых выдающихся революционеров происходила не из рабочего класса. Но они стали на точку зрения рабочего класса. Как не чудовищно эта фраза «стать на точку зрения рабочего класса» звучит для постсоветского сознания. Так вот, и что же видится там? То есть, выражаясь более привычным, может быть, в книжном магазине высоким философским языком, дело идет о социальной или концептуальной оптике. Да, вот, концептуальной оптике, которую мы меняем, встав на другую точку зрения, на точку зрения пролетариата. Буквально, это сложный, тоже большой текст, которым я, если говорить подробно, ничего не опускаю, я бы, наверное, мог часов 50 говорить. Вот такой хороший курс, лекции университетские. Но я пытаюсь сказать, за 10, а то и за 5. Итак, мы видим, мы видели эту непроходимую границу между частью и целым, между системой, формой и содержанием, между субъектом и объектом. Полетариат оказывается именно потому, что он, с одной стороны, является, как следуя знаменитой фразе Марса, продуктом разложения существующего миропорядка, одновременно он является и тем агентом, который этот миропорядок изменяет. То есть, с одной стороны, он плоть от плоти ее, и продукт его худших сторон, худших видов эксплуатации, с другой стороны, одновременно является той силой, которую этот строй, это общество отрицает. Тем самым, вот в этой позиции он оказывается тем, что гигельским языком можно называть тождественным субъектом общественного процесса. Возвещая разложение существующего миропорядка, он раскрывает свою тайну, как писал Марс. Тем самым, познавая как бы внешний себе мир, который он существует, он на самом деле и познает себя. Это первый из моментов, который позволяет вырваться, ну, только позволяет, да это возможность, ничего не гарантирует, вырваться из этого проклятого дихотомии, нерешаемой никак. Чтобы вообще суметь понять перемену, мышление должно выйти за рамки неподвижной замкнутости своих предметов, их отъединенности друг от друга, должно поставить их отношения друг к другу, взаимодействие этих отношений и вещей на один и тот же уровень действительности. И здесь такой вот уровень действительности оказывается история. Не могу отказать себе в удовольствии зачитать еще одну короткую, впрочем, вполне понятную цитату из Лукача. История, как тотальность, универсальная история, не есть чисто механическая сумма отдельных исторических событий, не трансцендентальный отдельным историческим событием принцип рассмотрения. Напротив, тотальность истории есть реальная историческая сила, которую нельзя отрешить от действительности и значит от познания отдельных исторических фактов, не снимая при этом также их действительность, саму их фактичность. То есть тотальность истории является не суммой событий и не внешним трансцендентальным принципом этой истории, а самой действующей одним из игроков в этом историческом процессе. Хочется уже завершать, я поэтому еще больше сокращаю свой краткий пересказ. Историческое познание прогрессивного класса, именно класса трудящихся, начинается с познания современности, собственного общественного положения и его необходимости в смысле генезиса. Тем самым генезис и история совпадают, являются моментами одного и того же процесса. Когда категории, которые выстраиваются человеческое существование, являются определениями этого существования, а не только его в постижимости. А последовательность этих категорий, их взаимосвязь проявляется как моменты самого исторического процесса, как структурная характеристика современности. То есть категория не приносится из внешнего принципа, а извлекается из самого тотальности. Кстати, сразу готов предупредить, что эта третья часть возможно предусмотрительно менее убедительна. Потому что здесь мы анализируем не развитые, хотя и противоречивые формы, а формы, которые только вызревают и не даны нам еще. Последовательность и связь категории это не чисто логическая связь, они упорядовчиваются сообразно исторической фактичности. Вот стата тоже из Маркса. Последовательность категории определяется тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном обществе. Еще одна формировка проблемы. Необходимо выйти за пределы голой фактичности империи. Такой империи, когда предметы постигаются и понимаются к моменту тотальности, когда предметы постигаются и понимаются к моменту тотальности, то есть к моменту исторически преобразующего себя общества в целом. Рабочий способен лишь тогда осознать свое общественное бытие, когда он осознает себя самого в качестве товара. Рабочий распознает в товаре самого себя и свои собственные отношения с капиталом. Коль скоро он еще практически не способен подняться над этой объектной ролью, его познание выступает как самосознание товара, другими словами, как самосознание саморазоблачение основанное на товарном производстве категористического общества. Вот еще один момент. Рабочий является товаром, но когда он начинает осознавать свое положение, получается, что сам товар приходит самосознание. Это еще один момент, где вот эта дихотомия вдруг уходит. Мы находим точку, где вот этот проклятый разрыв, непредалимый никаким другим способом, вдруг на секунду или на какой-то фантастический момент мышления, фантастический в смысле его интенсивности, оказывается преодолен. мышление с точки зрения рабочего класса это мышление самосознания товара. Самосознание рабочего как товара уже как познание является практическим. И такое сознание это не сознание направлено туда, как голо-логическая схема направлена на фактичность. Оно ломает жесткое противостояние субъекта и объекта. Это познание совершает предметное структурное изменение в познаваемом им объекте. Вот здесь можно так сказать товар начинает себя познавать, тем самым объект становится субъектом. Но это познание неизбежно приводит, потому что познает он только то, что он должен это общество изменить. Это познание кроме того, что здесь субъект-объект на различие уходит, еще и уходит различие между теорией и практикой. Итак, это познание совершает предметное структурное изменение в познаваемом им объекте. Объект специального характера труда как товара, его потребительная стоимость, его способность производить прибавочную стоимость пробуждается в этом познании, благодаря этому сознанию и становится общественной действительностью. Специальный характер труда как товара, бывший без такого осознания неопознанным маховым колесом экономического развития, объективирует себя самого благодаря этому сознанию. Но когда выявляет себя специфическая предметность этой разновидности товара, в которой за вечной оболочкой просвечивает отношение между людьми, за квантифицирующей коркой качественное жизненное ядро, тогда может быть раскрыт основанный на рабочей силе как товаре фетишистский характер любого товара. В каждом из них выступает как фактор в общественном развитии его ядро, отношение между людьми, тем самым действует возможность, еще не волшебный ключик, а возможность решить проблему общего и частного. в каждом отдельном товаре выступает как фактор его общественная природа. Ну вот последнее. Практика здесь не отделена от познания. Практика здесь выступает как подлинное изменение этих форм, додумывание до конца и приведение к осознанию того движения, которое составляет имманентную тенденцию этих форм. То есть мышление с точки зрения пролетариата это приведение к осознанию объективного движения самих общественных форм. Диалектика здесь не привносится в историю, как часто Гегеля, а осознается из самой истории, как ее необходимая форма проявления. Поэтому пролетариат не осуществляет некие идеалы. Сознание пролетариата переведенное в практику лишь вызывает к жизни то, что побуждается исторической диалектикой, но не навязывает ей какие-то желания. Оно само осознанное противоречие общественного развития. Вот. Точка зрения пролетариата почему она дает выход? Потому что это не мышление о противоречиях буржуазного общества, это осознанное противоречие буржуазного, это как бы мыслящее себя противоречие общественного развития. Противоречие, потому что пролетариат это самый интимный продукт этого общественного противоречия, а с другой стороны этот интимный продукт может мыслить и действовать. Ну, на этом мы закончим.